И рад всех приветствовать, с вами Машинка. Сегодняшнее наше видео будет высвечено танку Т-1195 из американской ветки прокачки. Это тяжелый танк, который, как по мне, очень сильно недооценен в этой игре. Сразу прошу прощения за звук, это максимум которого получилось достичь. Также сразу прошу прощения за область чата, так вышло, что бой был сыгран тогда, когда был активен общий чат, и, сами понимаете, ничего интересного там быть не может. Чтобы не пропустить ничего интересного в процессе боя, предлагаю сразу осмотреть броню данного агрегата, и можно убедиться в том, что танк может что-то, но танкануть. Из слабых мест это нижний бронелист и шляпа на башне. Также борта, если сильно перекрутить, и в целом довольно редко, когда противник стреляет куда-то еще. Т110-5 обладает довольно неплохой динамикой, и хоть и не молниеносно, но довольно быстро может подтянуться к огневому рубежу. Хотя максимальная скорость всего лишь 37 км в час. И в целом этого более чем хватает, чтобы приехать вовремя, а не приехать слишком рано или слишком поздно, как это бывает. В свое время этот танк понерфили на предмет брони его командирской башенки, и, знаете, этот танк как будто бы вымер в рандоме. Хотя он все еще может показать клыки, чего стоит только его орудие. С бронепробитием обычным броневоинным снарядом 258 и кумулятивным снарядом в 340. И этого показателя слегкой хватает на всех и вся. А благодаря тому, что довольно неплохая точность, как в движении, так и в стоячем положении, можно без проблем выцеливать и везуемые места. И за счет, хотя и небольшой альфы в 400 единиц, но довольно неплохим ДПМом, быстро разбирать противников. Сейчас в бою мы видим практически идеальный способ танкования на этом танке. Наш нижний бронелес не видно, и в шляпку довольно сложно попасть, так как мы периодически мансуем. И так или иначе, одного везения будет мало. Нужно еще умение, чтобы попасть в эту башенку. В ближайшее время танк немного апнут, но, как по мне, без командирской башни он так и будет довольно печален в плане именно танкования, так как это слишком легкая мишень для опытного игрока. И как бы ты ни потел, как бы ты ни старался, в случае, если против тебя опытный игрок, в случае, если ты стоишь ниже, чем нужно, и выезжает первая твоя башенка из-за угла, тебя, скорее всего, в нее засадят. Боекомплекта в 42 снаряда с лихвой хватает обычно на бой, и у меня вроде еще ни разу он не кончался. Запас прочности составляет 2200 единиц, и... да, это не позволяет вам выкатываться на всех и всяк принимать и отдавать обратно, но можно немножечко побыковать в разумных пределах. У танка очень неплохо крутится башня, и это тоже позволяет туда-сюда вертеться, за счет этого тоже отбивать снаряды. Ну и также за счет углов в минус 8 проблем с целями, которые находятся ниже вас, или слабыми местами, которые у противника находятся низко, проблем не будет. Ну и, конечно же, игра от башни на каких-то холмиках и пригорочках также допустима. Но огромное ведро на башне не всегда способствует этому. По оборудованию на Т110-5 хорошо подойдет досыл, стап и оптика. В случае, если у вас уже хороший, матерый экипаж, оптику можно заменить вентилятором и посредством базового обзора в 400 единиц без проблем раскачать обзор до максимума. Из минусов хочется отметить то, что боеукладку довольно часто критуют бок под башню, и довольно нередко танк поджигается в корму. И хотя ящик колы совершенно не способствует устранению пожара, я предпочитаю его огнетушителю. Да и что может быть лучше после пожара выпить охлажденную бутылочку колы? Как по мне, танк очень достоин внимания, и я бы рекомендовал его обкатать, если давно не выкатывали, и выкачать, если еще не выкачали. Хотя, конечно, спорить не буду, Супер Конь более интересен, и если есть выбор между Супер Конем и Пятым, первым все же я бы взял Супер Коня. Также на танке довольно невысокая планка мастера, и если вдруг у вас повисло это ЛБЗ, его можно без проблем пройти на этом танке. Полностью отказываться от бронебойных снарядов, как я в этом бою, конечно же не стоит. В 90% случаев я бы пробил те же самые танки и ББшками, потому что стреляю в одни и те же места. Также хочу сделать маленький розыгрыш для всех тех, кто дошел до этого момента. Для участия в розыгрыше требуется оставить комментарий, если он будет от СТ-10 и 5, это будет тоже неплохо. В конце не забудьте указать свой игровой ник. Ну и, конечно же, поставить лайк этому видео и быть подписанным на канал. Будет 4 случайных победителя по 250 голды. Победители будут указаны в следующем видео. Огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, что этот мини-обзор вам понравился. До встречи в следующем видео.